Как же сделать так, чтобы красотки бегали за тобой? Привет, я Оля Вастикова. В этом видео ты узнаешь, как стать Илоном Маском, если ты не Илон Маск. Как отличаться от других парней, которые так же без ума от девушки, которая тебе нравится. А в конце этого ролика я расскажу тебе, как за несколько секунд привлекать девушку при знакомстве. Первое. Эмоции, непредсказуемость, не будь скучным. Что ты думаешь самое важное при общении с девушкой? Логика? Нет. Деньги? Не-а. Какие-то другие размерные показатели? Нет. Эмоциональные качели, непредсказуемость, много эмоций. Вот что важно девушкам. Чем больше ты даришь ей эмоций, тем больше она к тебе привыкает и привязывается. Как только на первых этапах включится предсказуемость и рутина, ей станет скучно и она включит динамо. Начало отношений это как вальс, как танец. Ты решаешь, куда направляются ваши отношения. Потому что ты в сильной позиции. А еще знаешь что? Многие девушки вообще не знают, чего хотят. Если спросить девушку, чего она хочет, она скажет, что она хочет себе такого парня, который будет исполнить все ее мечты и будет делать то, что она захочет. Но, когда она встретит такого парня, она сразу же засунет его во френд-зону. Девушка хочет парня, который не будет прогибаться и он сам знает, чего он хочет. Такой парень сам ставит рамки, не выслуживается, не присмыкается перед девушкой и тогда девушка будет его ценить и бояться потерять. А как создать такой образ и чтобы девушка считала его за несколько секунд, я расскажу в конце этого видео. Второе. Говори о себе не все. Раскрывайся постепенно. Когда я спрашиваю своих учеников, о чем они говорят на свидании с девушками, то они говорят, что они рассказывают, где они родились, где они работают, что они сегодня ели на бизнес-ланчик. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Парни на свидании готовы рассказать о себе абсолютно все. По опыту девушки скажу, что такие свидания превращаются в собеседование. И девушка выступает как будто в роли рекрутера. Но ты же пришел на свидание не для того, чтобы девушка приняла тебя на работу, правда? Очень часто у нас отсутствует навык самопрезентации. Даже если ты думаешь, что ты не Илон Маск и рассказать о себе это особо нечего, то ты ошибаешься. У каждого из нас в жизни есть какие-то захватывающие интересные истории, которыми ты можешь поделиться с девушкой. Перед тем, как пойти с девушкой на свидание, подумай, что это могут быть за истории. Например, ты их суперкруто рассказываешь своим друзьям. А еще ты можешь представлять себя, например, не как продавец, а менеджер по продажам. Это звучит гораздо солиднее. Все дело в словах и то, как ты себя преподносишь. А еще не нужно рассказывать о себе все-все-все-все-все. Ведь перед тобой сидит не следователь, а секси-сеньорита. Пусть у нее будут возникать вопросы, которые она захочет тебе задать на втором свидании. Нужна интрига. Не нужно говорить девушке, когда вы встретитесь в следующий раз. Ей нужно что-то необычное. Например, ты сказал ей, что сегодня вы пойдете в кино, а сам такой хоп, и устроил ей свидание на крыше. Третье. Не бегай за ней, не навязывайся. Будь хитриком, не показывай ей эмоции, которые ты к ней испытываешь. А еще не нужно потакать всем ее просьбам. Если ты будешь под нее прогибаться, то ты станешь влюбленным ухажером. Один из многих, которых она потом будет динамить и не отвечать на сообщения. Не бегай за ней, будь с ней на равных. Однако ты, скорее всего, боишься и думаешь, что девушка на тебя обидится, если ты будешь себя так вести. Тебе становится страшно ее потерять, и ты бежишь к ней извиняться. Как только она поймет, что ее мотивация сработала, то ты станешь ей неинтересен. Пусть она поскучает некоторое время без тебя. Не надоедай, красотки. Я уверена, что у тебя есть занятия, которым ты можешь заняться. Ну и последнее. Как за несколько секунд понравятся красотки? Вот ты подошел к девушке, заговорил с ней, а она такая какая-то холодная и не хочет с тобой общаться. Ты думаешь, ну, наверное, со мной что-то не так, или я не выучил какие-то пикаперские приемчики, или не знаю каких-то фразочек. На самом деле, пока ты к ней шел, она уже считала твой образ, она уже поняла, что ты не очень уверен в себе, что ты не умеешь делать комплименты, что ты редко общаешься с девушками, и ты не умеешь флиртовать. И поэтому любую фразу, которую ты ей не скажешь, все равно это останется без ее внимания, и она будет холодной, как снежная королева. Как же она считала твою неуверенность в себе? Невербалика. Походка, манера, осанка. Все это считывается. То, каким видят тебя девушки, это то, как ты чувствуешь себя внутри. Девушки считывают твое внутреннее состояние. И если ты прокачаешь себя, если ты поймешь психологию девушки, если ты станешь уверенным в себе, то тогда тебе вообще не важно, какую фразочку ты скажешь ей при знакомстве, потому что она уже будет тебя хотеть, когда увидит. Она будет хотеть тебя с первых секунд, когда она считает твое внутреннее состояние. И если тебе отвлекается то, что я сказала, если тебе хочется добиться этого эмоционального состояния, от которого тебя будут хотеть девушки, которых ты будешь встречать на своем пути, если ты хочешь построить долгосрочные отношения, если ты хочешь повысить уверенность в себе, то приходи на мой бесплатный мастер-класс «Семь шагов к уверенности к себе». Ищи ссылку и регистрируйся по ссылке в описании. И если ты думаешь, что умение общаться с девушками и уверенность в себе – это врожденное, то я тебя разочарую или обрадую? Нет. Все это не зависит от размера твоего кошелька, это просто мышца, которую можно прокачать. Мои клиенты сейчас в классных отношениях, о которых буквально два месяца назад они даже мечтать не могли. И мои клиенты тоже думали, что они не смогут стать магнитом для женщин, и они не смогут быть в классных и здоровых отношениях. И у них получилось, потому что я знаю семь шагов, чтобы получилось и у тебя. Жду тебя на мастер-классе, и это бесплатно. Увидимся!